Здравствуйте! Вы смотрите новости 7 канала. Сегодня 1 июля в студии Натальи Архипова. Прямо сейчас самые актуальные и важные новости Красноярска к этому часу. Больше двух миллионов вопросов поступило президенту России на прямую линию. За время эфира, который длился без малого 4 часа, Владимир Путин успел ответить на 68 из них. Обращения поступали и во время прямой линии через колл-центр, специальное приложение «Москва Путину» и СМС. О самых важных ответах, которые касаются и красноярцев, расскажем далее. Если есть метаотвод по медицинским соображениям, требовать вакцинации никто не имеет права. Тема борьбы с коронавирусом и вакцинацией – одни из главных на этой прямой линии. Путин отметил, предотвратить дальнейшее распространение эпидемии можно только с помощью вакцинации. Но идею ставить прививки принудительно тем, у кого медотвод, не поддерживает. Президент впервые поделился своим опытом. Он привился спутником ВИ. А на вопрос про новый учебный год уточнил, что все будет зависеть от развития событий. Но младшие классы будут учиться очно, как это и было ранее. Много вопросов на прямой линии было о проблемах с экологией. Ведущий отмечает лидер по числу вопросов президенту – город Омск. Экология – это ведь не только переработка мусора, это еще и чистая вода и чистый воздух. Конечно, антилидером по вопросам по этой теме стал Омск. Абсолютным антилидером. Вот лишь малая часть обращений. Чтобы выйти с ребенком погулять, нужно сначала проверить воздух в окне. Пишет нам Евгения Рогозина из Омска. Надежда Касатова призывает перевести правительство, федеральное правительство в Омск. Пусть подышат нашими ароматами. Такие радикальные меры, по мнению президента, не помогут. А вот о переводе в наш регион головных офисов крупных компаний, которые ведут свою деятельность в Сибири, Владимир Путин считает, что нужно серьезно подумать. Об этом он уже говорил с губернатором Красноярского края на встрече в мае. Например, штаб-квартиру в наш город планирует перевести компания «Русгидро». На той же майской встрече с президентом Александр Русс обсуждал и тему Красноярского метро. О нем Владимир Путин вспомнил и на прямой линии, отвечая на вопрос о Челябинском метрополитене. Это не единственный город такого масштаба, который столкнулся с этими проблемами. В Красноярске, о котором я сейчас говорю, та же самая проблема. Вопросы подобного рода, в том числе и по Челябинску, не только прорабатываются, не только взяты в проработку. Примерный объем понятен, ресурсы есть. Надо только запустить эту работу. Были на прямой линии вопросы и от красноярцев. Любовь Шенделева спросила президента о телефонных мошенниках и попросила его защитить от них россиян, особенно пенсионеров и стариков. Также со своей проблемой главе государства обратилась жительница поселка Боровое города Лисосибирска. Вот такая дорога у нас проходит наш поселок. В прошлом году была отремонтирована дорога через железнодорожное полотно, где была установлена неправильная дренажная труба. Вода не уходит. Уровень воды поднимается с каждым днем. Вот так у нас проезжают машины на свой страх и риск. Президент ответил и на актуальный для всех россиян вопрос о росте цен. Владимир Путин сослался на высокую инфляцию, а что касается продуктов, то заметил, произведенных в России в этом году не хватило и пришлось завозить из-за границы. Всего на прямую линию поступило почти 2 миллиона 200 обращений. Те, которым президент не успел уделить внимание в прямом эфире, направят в федеральные ведомства и регионы для решения проблем на месте. Наталья Архипова, 7 канал. Проверять информацию о нарушениях при ремонте дороги, которая ведет в Боровое, уже начала прокуратура Красноярского края. Также жалобу от жительницы Лисосибирска Натальи Прокопьевой прокомментировала и Александр Рус. Губернатор заявил, что о проблеме он узнал неделю назад и уже установлено, что причина в некачественной работе подрядчика, который проводил работы этой дороги в прошлом году. В прошлом году труба была завышена и вместо отвода воды там сделали фактически дополнительную плотину, гидротехническое сооружение. К сожалению, в течение там нескольких недель разрешить эту проблему нельзя, коль скоро надо, чтобы ушла вода, либо ее необходимо отвезти. После этого выполнить то, что должно было быть выполнено раньше, действительно с нужным качеством. Реакция на вопрос еще одной жительницы Красноярского края президенту также не заставила себя ждать. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество». Любовь Шанделева, которая пожаловалась Владимиру Путину, ранее чуть не лишилась 280 тысяч рублей. Красноярки позвонили, представились с сотрудниками банка, сообщили, что кто-то пытается оформить на нее кредит и попросили назвать цифры на обороте ее карты. Женщине повезло ее, вовремя остановил муж. Сейчас полицейские ищут этих преступников. Еще два новых пункта вне больничной вакцинации открыли в Красноярске. Первый из них в торговом центре Красноярия. Он работает с 10 утра до 8 вечера все дни, кроме понедельника. Вторая точка находится на Мужество 10 в торговом центре «Зеленый». Расположена на первом этаже и работает с 8 до 20.00 всю неделю. Только за первый час там привили больше 40 человек. Как и везде, чтобы поставить укол, при себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС. По словам врачей, вакцины хватит на всех. Сегодня ее завезли в большом количестве. Место выбрали, посоветовавшись жителями ближайших районов. В микрорайоне Покровский, чтобы добиться хорошей вакцинации, люди давно просили где-то открыть какой-то пункт. Поэтому мы выбрали центр, доступный центр для населения. Здесь открыли этот пункт. Здесь без записи, порядка живой очереди. Люди приходят на вакцинацию и вакцинируются. Также ставят прививку первую и могут поставить после этого вторую прививку. Я попыталась в поликлинике, до этого записывалась, но у меня много антитина, мне сказали не надо. Тут же все поменялось. Сказали, что надо теперь всем прививаться. Ну и все, и поэтому прослушала и поехала сюда. Чем больше народу вакцинируется, значит, как бы не будет распространения такого сильного, как сейчас. А теперь к данным оперативного штаба. Еще 268 жителей края заболели коронавирусом за минувшие сутки. Это на 19 больше, чем накануне. Из них 66 жители Красноярска, на втором месте Лесосибирск. Там 24 новых заболевших. Еще 18 пациентов живут в Назарове. По уровню заболеваемости наш регион находится на 11 месте в России. Растет и количество людей, которых поместили на карантин. Сегодня их более 25 тысяч. Выздоровели за сутки 102 человека, что значительно меньше заболевших. 9 человек не справились с вирусом. Житель Красноярска сообщил о минировании станции скорой помощи в Кировском районе. Мужчину разозлило большое количество вопросов при оформлении вызова для знакомой, которой стало плохо. Он позвонил на номер экстренной службы и заявил о том, что в здании бомба. Полицейские проверили подстанцию, но опасных предметов не обнаружили. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве на объекте социальной инфраструктуры». Мужчине грозит штраф до 700 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 5 лет. Еще два профессиональных футбольных клуба появятся в Красноярске. Возле автовокзала снова заработала парковка. Городские пляжи до сих пор закрыты. Об этом и не только в двух словах. Расскажем прямо сейчас. Возле автовокзала снова работает парковка на бесплатной стоянке 52 места. И чтобы попасть на ее на вокзал, теперь надо перейти всего одну дорогу, а не две. Помимо этого, до конца июля на территории обустроены пешеходные дорожки. Напомню, ранее жители города заметили, что парковку возле торгового центра «Взлетка Плаза» начали перекрывать на всю ночь, по предположениям из-за ремонта на автовокзале. Звезды Большого театра приехали в Красноярск. В нашем городе они выступят со спектаклем «Раймонда». Это классический балет, который по праву называют шедевром русской хореографии. Билеты на спектакль были раскуплены за два дня с начала продаж. Выступление артистов пройдет уже сегодня в Театре оперы и балета. Накануне там прошел контрольный прогон выступления. За первый месяц лета в Красноярске не открыли ни одного пляжа. В МЧС рассказали, купальный сезон в городе закрыт из-за плохой погоды. Площадки на островах отдыха и Татышев до сих пор затоплены, поэтому оборудовать там места для купания и отдыха невозможно. Что касается края в целом, то в регионе работает 8 пляжей. Ближайшие к Красноярску находятся в Мемельяновском и Березовском районах. В Красноярском крае появится еще два профессиональных футбольных клуба. Об этом заявил министр спорта Олег Матыдсин. По его словам, команды будут играть в ПФЛ. Это третья по силе футбольная лига страны. Помимо этого, в крае планируют построить 5 полноразмерных полей, 14 минифутбольных площадок и малоформатный манеж. Все это должно появиться до 2030 года. Красноярск снова превратился в сибирскую Венецию. Накануне прошел сильный ливень, многие улицы города ушли под воду. Сильный дождь начался около 17.00 и шел с перерывами почти до утра. Ливневые канализации не везде справились с такими объемами дождевой воды. Похожая ситуация происходила совсем недавно. 20 июня город тоже поплыл. Тогда затопило улицы партизана Железняка, Свердловскую, 78-й добровольческой бригады и другие. А вот накануне на улице Симофорной образовалось целое море. Пешеходные переходы оказались затоплены, перейти было невозможно. Авто проезжали наполовину погруженными в воду. Плывут корабли. Вот там в конце машина даже на аварийке стоит. Скорее всего она утонула. А в конце мы еще раз напомним, что каждый день новости 7 канала выходит в прямой эфире в 16.00. Если у вас есть свои новости, звоните в нашу редакцию по телефону 2-900-333. Присылайте фото, видео и сообщения на наши вайберы и ватсап. Номер 8-391-2900-333. В студии для вас работала Наталья Архипова. Увидимся на северном.